Долгожданный праздник 23 февраля или День защитника Отечества отмечается в Салавате ежегодно и с большим размахом. Этот год особенный, посвященный памяти и славе. В преддверии праздника в концертном зале культурно-досугового центра Агидель поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн, офицеров запаса и всех, кто защищал, защищает или будет защищать Отечество. Сегодня, накануне 23 февраля, мы чествуем защитников нашего Отечества. Мы сегодня с благодарностью вспоминаем всех соотечественников, кто доблестно выполнял свой воинский долг. Но сегодня мы вспоминаем не только Великую Отечественную войну. Мы отдаем Дань памяти и глубокого уважения всем нашим землякам, участвовавшим в воинских конфликтах. Сегодня мы живем мирно, любим, мечтаем, трудимся для лучшей жизни. И так будет всегда. Пока с нами есть наши дорогие, уважаемые защитники Отечества. И сегодня ваш день. Главные гости праздника – фронтовики Великой Отечественной и труженики тыла. В этот день их наградили юбилейными медалями в честь 75-й годовщины Победы. Никифор Игнатьевич Елисеев был призван в армию в 1943 году. Воевал на Первом украинском фронте, был связистом. А его супруга Матрена Анисимовна трудилась в тылу и вносила своим трудом вклад в победу. Так кто же такие защитники Отечества? И какими они должны быть? Это смелые люди, которые мы как воспитали своих сыновей. Вот такие люди. Самое главное в жизни – быть честным. Не врать, не перед кем. Дисциплинированным и пунктуальным. Вот мы воспитали своих детей часы в час, вот минуту в минуту, прямо они пунктуально воспитали в своей семье. Поздравляем с Днем Защитника Родины. Служите честно. Никогда, никогда не отказывайте от армии. У нас, как рождается ребенок, у нас, вот в деревне, так принято было. Когда даже 25 людей служили, с поколевиков, пусть будет мальчик годен к армии. Вот у нас такое было воспитание. Я поздравляю с Днем Защитника Отечества. Ну что, все доброго, чтобы честно служить в армии, не отказывать ни от чем. Сегодня в Салавате проживает 50 участников Великой Отечественной войны, 6 узников концлагерей и 3 жителя блокадного Ленинграда. Никто не остался без внимания. После праздника представители администрации и глава города поздравили каждого ветерана лично на дому. Никита Черепанов, Рустам Гайнанов, телекомпания Салават.